Доброе утро, уважаемые подписчики и подписчицы! Мне особо приятно, когда ваши желания совпадают с моими желаниями. Одна из моих подписчиц попросила мне приготовить говяжий и куриный бульон, так как другие бульоны овощной и рыбный она уже просмотрела. И я пользуюсь случаем, сегодня покажу, как я готовлю не в скороварке говяжий бульон, а тот, кто предпочитает более быструю версию. Тот может посмотреть в моем плейлисте супы, как я готовлю бульон в скороварке. Да и этот бульон не будет у меня кристально чистым, скажу вам сразу, он будет насыщенный. Кристально чистый бульон я готовлю с оттяжкой, но это уж как-нибудь в другом видео. Для говяжьего бульона я взял 1 килограмм 200 граммов грудинки, она на косточке. Я вообще, честно говоря, не воспринимаю суповое мясо без кости. Скучно, может быть, поэтому я и рожден в год собаки, что мне нравится именно мясо на кости. Мясо промою, залью горячим кипятком без соли, без ничего. Как мясо закипит 15 минут и затем бульон снимаю. Мясо промываю, ну а дальше посмотрим. Заливаю мясо кипятком и отправляю на плиту. Мясо я промыл, но жилки, плёночки я с мяса на данном этапе не делаю и не солю. Вот бульон у меня закипел и вот с этого момента я оставляю его вариться без крышки в течение 15 минут. Я его не солил, пену я снимать не буду. Если кто-то хочет снять, пожалуйста, я у кастрюли стоять не буду, потому что я мясо потом все равно промою в проточной воде. Так, 15 минут прошли. Мясо я хорошо промываю. Так, в чистую кастрюлю я отправляю мясо, доливаю воды. Мясо я буду варить в 5-литровой кастрюле, ну потому что кусок у меня все-таки был большой, 1 килограмм 200 грамм, поэтому если бы было до килограмма, то я бы варил в 4-литровой. А так, но мне, собственно говоря, говяжий бульон отдельно нужен для другого дела. Отправляю на плиту, довожу под крышкой до кипения, температуру убавляю и так, чтобы бульон у меня слегка побулькивал. Пока на данном этапе ничего в бульон не добавляю. Так, друзья, бульон начинает потихонечку закипать, температуру я убавляю и варю его без ничего, буквально еще полчаса. За это время, я время от времени буду снимать пенку. А также здесь, вы видите, я в отдельную кастрюльку порезал и почистил лук, который я буду обжаривать без добавления масла. Это делается для того, если вы хотите придать своему бульону такой карамельный цвет. Тут опять же зависит от того, для чего вы делаете такой бульон. Если для прозрачных супов, чтобы показать гарнир супа, то да, то это будет уместно. А если вы делаете для борща или для таких темных супов, где цвета самого бульона не будет видно, то заморачиваться не стоит. Я взял буквально одну луковичку на это количество. Вы, если хотите, можете взять больше. Цвет бульона вы увидите и сами решите уже для себя, стоит ли вам добавлять одну луковицу или больше. Пока бульон кипит, я подготовлю недостающие ингредиенты. Значит, для этого количества я возьму буквально 1,5 моркови. Если вы планируете с морковью в ближайшие дни что-то сделать, то будет достаточно, если вы возьмете только очистки от нее. Ну, так как я не планирую, поэтому я возьму морковь так, как она есть. Я все овощи предварительно помыл, так как они пойдут у нас в бульон. Лук-порей. Вот эти вершки, как правило, их уже никто не ест и они у меня отправляются в бульон. Корень сельдерея. Здесь поступаю следующим образом. Вот эту кожуру, есть я ее естественно не буду, а для бульона она подойдет прекрасно. Все, этого будет достаточно. Так, ну, чтобы оставшийся сельдерей не заветривался и не рыжил, скажем так, частично мы его спасем. Бумажную салфетку промакиваем водой и в пищевую пленку. Чем меньше воздуха туда попадет, тем дольше у нас корнеплод сохранится. Также для бульона мне понадобится буквально два лавровых листа, две гвоздики. Почему две? Потому что она сильно интенсивная. Ее много не нужно. С десяток можжевеловых ягод. Я даже их считать не буду. С десяток, примерно. Можете добавить, если хотите, душистого перца или перца горошкового. Черного, белого, без разницы. Можжевеловые ягоды лучше предварительно размять, так как они сверху довольно плотные и пока не разварятся, пройдет довольно длительное время. Так, а что еще? А вот еще у меня стебли петрушки. Как таковые они мне тоже не нужны. Я их также могу отправить в бульон. Так, ну вот пенку, друзья, при течении получаса варенья мяса, насколько возможно, я снял. Так, добавляю сюда лучок, лавровый лист и специи. Почему я их не добавлял раньше? Ну, потому что тогда бы мне они мешали при снятии пенки. Вот и все. На этом этапе я добавлю две полные с горкой чайные ложки соли. Пока только две. И буду варить в течение часа. После часа я добавлю оставшиеся овощи. Для чего? Ну, чтобы хоть какие-то витамины остались в супе. Потому что если я их добавлю сейчас, а суп у меня будет вариться еще, ну, я так полагаю, часа полтора, может быть, даже больше. Поэтому смысл делать этого раньше. Если вы у меня спросите, а как долго варится бульон на говяжьем мясе, я вам не дам точного ответа, потому что я его не знаю. Это зависит от того, какое мясо, сколько ему лет. Это если бы я его готовил под давлением в скороварке, тогда бы я с точностью в 10 минут мог бы вам сказать, какое время понадобится. А так, до готовности. Как-то, когда я еще учился в поварской школе, доцент задал нам такой вопрос, как долго готовится 4-килограммовый гусь. Но ответ одного участника был гениален. Пока не приготовится. У поваров это считается, в принципе, очень просто. На каждого килограмма гуся требуется 1 час приготовления. Если гусь весит 1 килограмм, 1 час. Если 3 килограмма, 3 часа. Ну, примерно такая грубая формула, которая более-менее работает. Крышку я могу оставить полуоткрытой, но не буду ее закрывать до конца, чтобы бульон у меня потихонечку кипел. Ну, и увидимся через час. Ну, а в принципе, почему полуоткрытую? Закрою ее полностью. Я свою плиту знаю. Я ее поставлю на минимальную, на двоечку. И она у меня будет под крышечкой потихонечку булькать. Потихонечку. Ну вот, друзья, после 1 часа варки мяса, я удаляю вот этот лук. Он уже свою функцию выполнил. Так, ну, вроде бы все. Ну, если кусочек где-то и остался, ничего страшного. И вот теперь я отправляю овощи для бульона. На соль я уже попробовал. Этой соли достаточно. Невзирая на то, что вот эти овощи, которые я сейчас добавил, они немного соли возьмут. Но, тем не менее, досолить я всегда сумею. И буду теперь готовить бульон до полного приготовления мяса. Сколько это за мед, известно только одному богу. Если кто-то хочет, может варить без закрывания крышки. А я буду варить с закрыванием крышки. Когда я жил в Казахстане, там была такая одна прекрасная поговорка. Но я никого не хочу обидеть, имейте в виду. А звучало оно так. Я начальник. Ты баран? Ты начальник. Я баран. Но суть вы уловили. Поэтому у себя на кухне вы можете творить все, что вам угодно. Можете с закрытой крышкой, приоткрытой, открытой. Как вам будет удобно. Да, и в правдивости моих слов, жители Казахстана могут поддержать меня комментарием или лайком. Это такой очередной коммерческий трюк с моей стороны. Вам ничего не стоит, а мне приятно. Мясо должно быть у меня уже готово. А определить я это смогу очень просто, как обычно. Методом тыка. Но все. Мясо мягкое, сами видите. Входит и выходит. Замечательно выходит. Как в мультфильме про ослика. Для начала я удалю всю ботву, чтобы она не мешала мне процеживать бульон. Так, все это уже отходный материал уходит в мусорное ведро. Подготавливаю чашку или кастрюлю с ситом. А в сито я вставляю бумажную салфетку. И аккуратненько процеживаю бульон. Таким образом я могу его еще более-менее очистить. И задержать какую-то небольшую часть жира. По мере загрязнения салфетки ее можно поменять. Ну, пока идет. Будем лить дальше. Процеженный бульон я убираю в сторону. И занимаюсь разделкой мяса. Пока оно еще теплое, с этим справиться будет очень легко. Удалю весь жир, удалю все жилки. Здесь, конечно, каждый уже решает из вас за себя сам. Хочет ли он это оставить или нет. Так как я немецкая немощь, я жир удалю. Моему молодому уже нерастущему организму этот холестерин противопоказан. То, что я сюда отложил, это жене и детям. Ну, а это мне. Для меня, вот эта часть, именно для меня. Самое вкусное. Кто-то может меня не понять, но им этого делать и не нужно. Нарежу только немного меньше, чтобы было удобно. Есть. Красота. Так, ну и теперь финальный штрих для фотографии. Вот мой бульон. Вот так вот он выглядит. Со временем я еще приготовлю как-нибудь на досуге бульон с оттяжкой. Который будет выглядеть как слеза. Вот такого качества получился у меня бульон. Он не кристально чистый, но меня вполне устраивает. Хотя, заметьте, в скороварке он у меня получается намного прозрачнее. Если это видео вам понравилось, делитесь им с вашими друзьями. Оставляйте ваши комментарии. А я желаю вам всего самого доброго. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok